Лидеры Китая и России уверенно смотрят в будущее, несмотря на сложную международную обстановку. Именно такой сигнал миру несет визит Си Цзиньбина в Москву, считается директором Института Конфуция Российского государственного гуманитарного университета Дарас Евченко. Вот что он рассказал в интервью нашему корреспонденту. Один из основных тезисов то, что, мне кажется, наша дружба выдержала испытание времени. И здесь очень важный момент, то что, несмотря на совершенно очевидную сложную международную обстановку, на очень сложную ситуацию, кстати, не только для России, но и тоже для Китая, мы все равно взаимодействуем вместе, все равно встречаемся. Понятно, что в 2013 году первая страна, которую посетил председатель Си Цзиньпин, была Россия. И сейчас, после своего третьего переизбрания, он снова выбирает первую страну, которую посещает, и это опять Россия. В статье одна из основных вещей, с моей точки зрения, отмечается то, что все эти новые рекорды отражают сущностные изменения сотрудничества. Степень нашего взаимопонимания и взаимного общения, и самое главное, взаимного доверия, она беспрецедентна. И это позволяет надеяться, что такая опора между нашими странами, это вот то, что, по крайней мере, мне кажется, читается между строк, что это не только вопрос двустороннего сотрудничества, это еще и вопрос создания стабильной ситуации во всем мире. Это определенное то, что называется попытка создания равновесия. Вот это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok